всем здравствуйте с вами на связи елене я приветствую вас на своем канале сегодня мы с вами будем делать расклад который я назвала внутренняя пустота и запутанность как обычно у нас будет три позиции голубенькие красненькие зелененькие камешек тайм-кода есть в описании к видео расклад будем делать на колоде тару небо и земля и на эпическим на эпическом 2 это вот информация для коллег когда обычно спрашивают на каких колодах вы работаете и напоминаю что если вы хотите приобрести мой дневник с моими авторскими раскладами то вам нужно прочитать последний пост в разделе сообщества да там все подробно описываю что как для чего и так мы сразу приступим надеюсь вы определились отодвигаем эти две позиции первая позиция голубенький камешек что сейчас с вами происходит давайте посмотрим но не случайно не случайно ваше состояние пустоты почему потому что выпал аркан верховного суда это очень серьезный аркад на самом деле то есть просто так он не выпадает аркан который говорит о том что вашей жизни сейчас идет перерождение для того чтобы произошло вот это вот состояние до перерождения вы должны полностью измениться то здесь на аркане нарисована семья папа мама и маленький ребенок и вот это вот ощущение да когда для того чтобы что-то новое родилось вы должны знаете это как как раз таки слова перерождение когда мы полностью оставляем что-то старое позади когда огромный пласт остается в прошлом когда жизнь делится на до и после когда полностью кардинально меняются ваши взгляды когда идет очень глубокая такая переоценка ценности это похоже на состояние знаете кризиса среднего возраста когда ты начинаешь задумываться о том что а вообще смысл моей жизни а так ли я живу то есть мне уже вот это вот внешние мишура внешние атрибуты в виде материи мне уже не интересно мне уже хочется нечто большего такого знаете глубокого не что такого духовного чтобы наполняла и радовала мою душу то есть не физическое удовлетворение а уже более такое глубокое да когда мы уже хотим читать такие интересные книги философские да когда мы хотим начинаем смотреть фильмы о жизни других людей биографические да для того чтобы понять как человек достиг каких-то своих успехов для того чтобы знаете вот но найти какой-то вот пример да в своей жизни да на что мы хотели бы ориентироваться но этот пример он будет духовный он не будет связан с материей то есть как там достичь его получить миллион до либо как разбогатеть либо как проявить себя в социуме нет здесь аркан говорит о том что пришло время задуматься о том и особенно если вы верите в перерождение да о том что впереди тебя ждет новое воплощение и что каким ты войдешь в него что ты уже сделал в этой жизни как ты себя подготовил для следующего воплощения то здесь такие знаете очень глубинные трансформации происходит на данный момент и завершение этапов здесь как раз таки идут очень больших то есть это не значит там шесть месяцев год нет а здесь большие знаете вот периоды может быть десятилетия может быть как изменение вот каждые семь лет которые происходят в жизни людей да то есть здесь вот прям вот кардинальная кардинальный пересмотр своей жизни и погружение внутрь себя во многих арканах мы погружаемся на разные уровни и для разных целей и вот здесь вот может быть да у кого-то здесь будет такой этап как завершение одного уровня семейной жизни переход на другую например когда дети выросли и они уходят уже из родительского гнезда и ты остаешься один на один со своим партнером и у тебя появляется вот это вот новое ощущение а что теперь да я как будто бы живу с другим человеком потому что всю свою жизнь женщина допустим посвящала воспитанию своих детей очень мало ну как как знаете вот ну есть человек да партнер в жизни вместе живем да то есть едим отдыхаем что-то делаем и все есть он и есть но здесь получается так что вы как будто бы заново должны узнать с кем вы жили как будто бы другой человек перед вами находится либо наоборот когда здесь уже происходит допустим в семье появляются новые члены семьи да это могут быть например рождение внуков для кого-то да и ты понимаешь что твоя жизнь опять меняется то есть если раньше допустим ты какой-то момент мог жить для себя да то здесь уже появляются и третьи лица и тебя уже просят посиди с внуками там я не знаю ну как-то прими участие то есть вот здесь все что связано с семьей и традиции тоже претерпевает какие-то изменения либо наоборот вы были одни и вдруг неожиданно в вашей жизни появляется другой человек который хочет создать с вами непосредственно семью который как каким-то образом знаете привносит вашу жизнь абсолютно новые взгляды это также могут быть вот какие-то традиции да может быть кто-то наоборот открыл для себя новые религиозные понятия да может быть кто-то открыл для себя какие-то новые философские понятия да стал увлекаться например допустим кто-то стал увлекаться ведическими знаниями то есть здесь все что связано непосредственно с духовностью все что связано так или иначе с семьей но некоторые моменты я вам озвучила да вы уже там для себя примеряйте потому что вариантов будет может быть очень много и все что связано с перерождение все что связано с нашей памятью да с нашим прошлым с нашими корнями может быть кто-то наоборот задумался о том чтобы я хочу изучить свой род генеалогическое древо да я хочу понять кто мои предки то есть вы здесь вы тоже такое может быть да может быть вы наоборот работаете с родом и как-то что-то хотите изменить в общем здесь очень-очень глубокая действительно на самом деле работа происходит яна связана с тем что здесь у кого-то может быть такое ощущение до что время проходит что я сделал своей жизни чего я достиг да потому что тройка мечей у нас говорит непосредственно о некой такой скорби да а понимание того что он материальный мир в какой-то период нашей жизни он становится тщетным то есть мы понимаем зачем я гнался а действительно ли это стоило того да то есть я потратил столько времени и но это знаете какой-то вот этап и период взросления внутреннего и очень глубокого и выпадает шестерка копков который так или иначе пересекается с высшим судом говоря о нашим прошлом о воспоминаниях прошлого и здесь может быть вот это вот скорбь сожаления слезы а как а каких-то может быть утратах причем это может быть утрата чисто философская в контексте утраченной семьи вот то что я говорила ранее да дети ушли и вот ощущение что как будто бы семья развалилась и да потому что ну выросли члены семьи ушли и ты остаешься сам собой либо с партнером наедине это нечто такое новое для тебя либо наоборот когда скорбь и утрата по поводу того что он время уже ушло уже нет таких возможностей уже нет таких ресурсов уже нет вот этой вот этого состояния да когда я могу неожиданно соскочить с кровати так как говорится и пойти путешествие сам по себе потому что есть какие-то уже обязательства есть какие-то должествования и ты ты не свободен да и вот здесь вот это вот ощущение да что я хочу как-то высвободиться атаков потому что окан суда у нас тоже говорит о неком таком выздоровлении исцеление причем здесь не обязательно это может быть о физическом плане речь идти на ускорее всего о духовном да когда после пересмотра мы снова понимаем что у нас есть какой-то знаете внутренний зов до говорящий о том что он а вспомни что есть для тебя понятие предназначения то есть мы задаемся такими глубокими вопросами для чего я здесь живу что я хочу и это не просто так возникает а вы как будто бы делаете пересмотр своего прошлого и вы понимаете что все как будто бы было бессмысленно то есть все чему я раньше стремился она потеряла какой-то смысл потеряла какую-то ценность важную значимость и в то же время здесь идет вопрос времени да что время уходит осталось не так много независимо того сколько вам лет а если вы попали на эту позицию и она вам созвучно да то здесь может быть вам и 40 и 30 неважно но вот это вот ощущение да что время ускользает и я уже не могу быть таким как раньше да уже жизнь стала другой вот здесь вот такое вот состояние описывает если вам подходит значит смотрите дальше да слушайте так что происходит почему вот эти вот состояния всплыли у вас сейчас потому что пришло время пришло время двигаться дальше и потому что вот это вот именно внутренние знаете это как будто бы следующий этап вот вы углубились в себя подумали пересмысль пересмыслили почувствовали что нужно что-то сделать по-другому да и как будто бы у вас есть вот этот зов на что-то иное в этой жизни да как будто бы я предназначен для чего-то другого и вот этот вот пересмотр он не случайные вашей жизни потому что вас либо готове да то есть отвечая на вопрос почему я это ощущаю потому что я должен пойти отправиться в новые берега да в новое путешествие то есть я уже должен двинуться вперед причем здесь по колесничьему энергия движения она знать с одной стороны она направленная сконцентрированная а с другой стороны она гибкая да она как недавно мы рассматривали с моей ученицей да вот этот аркан она как бы как будто бы серфер на гребне волны да то есть вы с одной стороны находитесь в каком-то полном доверии данной стихии а с другой стороны вы четко понимаете что вы движетесь вперед то есть здесь концентрированная очень мощная энергия направленная на что-то одно на конкретное а в данном случае да здесь на какие-то изменения на какие-то перемены и шестерка мечей она говорит нам о новом мышлении о новом формате восприятия мира о новых взглядах и суждениях потому что мечи у нас отвечает все-таки за разум за наше мышление за наши трансформации и вот в этом пути да он может быть как в прямом смысле переезд движения так и метафорично аллегорично внутреннее какое-то либо путешествие в вашей жизни но она имеет какой-то конкретный пункт назначения она связана как раз таки с вашим мастерством то есть здесь вот то что вы сейчас ощущаете да она не имеет отношения к семейной жизни а вот именно в реализации скорее всего своего профессионализма то есть эта энергия над чем которая зовет вас и манит в те места где вы будете прикладывать усилия причем эта энергия сконцентрированная направленная на оттачивание своих качеств и своего мастерства то есть восьмерка педакли у нас здесь говорит о человеке который изо дня в день до пьет свои педакли но он это делает с удовольствием это для него не напряг он конкретно знает что мне нужна от засцеплина и мне нужна знаете вот это вот ограничивающая энергия по всем восьмеркам она заключается в том что я себе осознанно ограничиваю для чего-то да то есть я понимаю что точно с помощью дисциплины мне надо что-то сделать сейчас и в конечном итоге я получу свой результат но здесь вот говоря о восьмерках здесь просто все-таки речь идет о профессиональной сфере так да но здесь вот пересмотр вашей жизни идет с одной стороны у нас выпадает башня говорящая о том что пришло время разрушить какие-то свои шаблоны то что уже не работало причем это шаблоны опять-таки нашего мировосприятия башня не говорит о каких-то физических действиях которые нужно совершить а здесь именно мыслительном процессе и восьмерка кубков нам говорит опять-таки о том как что мы осознанно принимаем решение уйти от того что когда-то в свое время нам приносило удовольствие это тот духовный урок когда ты понимаешь что ты что-то оставляешь тебе это больно тебе это неприятно потому что было вложено много сил было вложено много энергии но это больше тебя не наполняет то есть для развития ты понимаешь что нужно двигаться нужно двигаться вперед к чему двигаться двигаться к херафан туда двигаться духовному росту вот здесь вся позиция да она как раз таки будет говорить о каких-то новых приоритетах вашей жизни до каких-то не то чтобы новой ценности но в контексте приоритетов они станут выше то есть вот здесь вот мораль до традиции это очень напоминает на то когда мы еще в юности говорим о том что я не буду похож на своего папу либо маму либо я никогда не буду делать так вот как делали они вот а сейчас вдруг вы славливаете себя на той мысль что вы как раз таки идентичны вы похожи на одного из своих родителей причем то что вы говорили я так никогда не буду делать в своей жизни вы понимаете что вы это делаете осознанно неосознанно не имеет значения но вы это делаете как раз таки так как делал ваш родитель и вы теперь вот с вашей позиции да вы понимаете почему он так поступал то есть тогда в юности вы не могли понимать а сейчас когда вы стали сами похожи на одного из своих родителей либо на боях дату вы понимаете для чего вы становитесь более мудрее вы становитесь человеком который понимает что в жизни важен опыт и те знания которые я приобретаю они делают меня мудрее одно из качеств которому вы научитесь это умение прислушиваться к мнению других людей то есть не просто чему-то обучаться до либо иметь исключительно собственное мнение но здесь вот прям опыт очень колоссальный у вас огромный опыт я имею такое ощущение что здесь достаточно зрелые люди вот именно по этой позиции но с другой стороны вот это вот ваша зрелость какой-то степени закостенелость она не давала вам но здесь вот как минусе не давала вам возможность услышать мнение других людей и вот сейчас после этого перерождения вы как будто вы будете принимать во внимание мнение других людей я не говорю что вы будете как-то опираться на их мнение но вы будете слушать слушать слышать и другие точки зрения и это вас будет как-то обогащать здесь это вот многогранность откроется вашей жизни хорошо для чего для чего это все знаете так интересно улыбаясь и объясню почему потому что недавно я записывала ролик о таро простым языком и рассказывала про десятки интерпретацию десяток в соответствии с древосферот и вот здесь вот краски выпало десятка кубков когда обычно втором мы интерпретируем только позитивную сторону да о том что это вот все я чаши наполнены и у меня такое состояние радости и успеха до всех достижений но это чисто внешний блеск а внутри присутствует вот это вот а неудовлетворенность да то есть окей я достиг всего чего я хотел внешне а внутри есть пустота и отвечая на вопрос для чего это все с вами происходит в купе здесь королевы кубков она говорит для того чтобы вы в конечном итоге знаете вот у десятки кубков у нее природа материальная и здесь не хватает духовности вот этой духовности что я говорила раньше то есть здесь вот вроде бы внешне все хорошо а внутренние неудовлетворенность от того что отсутствует духовность или по крайней мере духовность в ее настоящем понимании не то чтобы прочитать какие-то мудрые книжки как я недавно услышала выражение да то есть если ты прочитал книги фрейда ты еще не стал известным психологом вот вот это что-то из этой категории да то есть мы можем знать много но узнать и проживать в соответствии с тем что мы же знаем это абсолютно разные вещи здесь вот такое ощущение что да вроде бы я многого чего достиг да я много чего знаю но внутри нет удовлетворения потому что нет вот это вот настоящие божественные искры она не зажглась и и вот это вот все происходит сейчас на данный момент либо чтобы вывести вас на какой-то новый духовный путь я сто раз говорю это слово но я не могу найти другие подходящие слова которые бы описали то состояние куда вас сейчас выводят ну вот на десятку кубков у меня выпадает пятерка педакли так кризис вот именно а без духовность контексте того что делаем акцент больше на материальный мир и что-то более ценное и важное теряем упускаем и выпадает аркан шута который говорит о том что вот этого должно переродиться либо вы знаете как либо вы на материю начнете смотреть иначе да то есть вот в каждом предмете вы будете замечать некое такое одухотворенность то есть вы будете как будто бы ощущать вот выходя на природу вроде бы казалось да деревья это достаточно материальные да либо цветы но вот ваше взаимодействие с ними она уже будет основана иначе на более высоких каких-то пониманиях то есть вы будете видеть что в кристаллах что в деревьях да в растениях не тоже присутствует вот этот вот дух вот эта искра и вы ее будете видеть не в прямом смысле да я сейчас говорю а именно в перегоносов то есть вы будете понимать что это тоже живой организм и вот ваше мировосприятие изменится в контексте того что вы как вам объяснить вот например вы захотели сорвать цветы да вы раньше просто вы взяли срезали поставила в вазу красиво вас радует а сейчас как будто бы прежде чем срезать цветы вы как будто бы просите разрешение можно можно я срежу тебя потому что ты принесешь мне удовольствие и это будет красиво и вот как будто бы знаете вот этот вот запах от цветов до в знак благодарности что да да я хочу я хочу тебя радовать и вот знаете вот это вот отношение до ко всему что допустим если видели где-то в парке травы и было желание просто пойти то сейчас прежде чем вы наступите на зеленую траву а как будто бы знаете вот просите разрешение о взаимодействии то есть вы увидите нечто одухотворенное во всем абсолютно да то есть вы общаетесь вы коммуницируете может быть кто-то здесь со своими растениями разговаривает и казалось бы но что за глупость на растение да просто материальное вещество это как будто бы на визуально нету здесь ну это не живое это не живой человек что с ним разговариваю а вот вот здесь вот как будто новое ваш пересмотр и отношение к жизни да вот вы во всем будете находить искры божественные искры да вот это вот живой дух я не знаю разговаривая даже с свечами когда зажигаете да то есть настрой вы будете понимать что все есть божественное проявление я понимаю что я сейчас говорю пафосные слова но но здесь позиция такая я ее иначе не могу интерпретировать вот здесь выпадает очень много материальных карте вятка педакли императрица пятерка педакли восьмерка педакли то есть карты говорящие как раз таки про именно материальный мир но вот здесь вот вы как будто вы получите новый опыт на взаимодействие с миром и знаю как в этом это объяснить то есть это может показаться немножко как-то крышесносным да и глупым но вот вы будете действительно разговаривать возможно с предметами я не знаю может быть кто-то воду будет заговаривать то есть вот здесь вот такое взаимодействие с миром как будто бы весь мир и все что вас окружает она живое и это принесет каким-то образом свои плоды если говорить одним словом то здесь ваше мир и восприятие изменится сейчас может быть вам не совсем понятно но придет время и вы поймете о чем я говорю вы это почувствуете вы словите себя на мысли хорошо а что же вам делать вот в данном периоде в котором вы проживаете ну вот на повторе у нас идет а ярофант здесь ярофант и здесь ярофант что вам делать да просто переродиться довериться этому процессу да и понимать что вас действительно ведут к чему-то очень важному для вас для вашей жизни до вас ведут к чему-то новому за рождению какой-то новой жизни нового образа жить нового образа жизни на какой-то новой стратегии абсолютно новый для вас вы пока еще не понимаете не знаете к чему но к чему-то новому именно на этапе вашего развития вы уже устали до на данный момент прям вот чисто моральная такая даже не физическая вот моральная усталость присутствует но снова башни на повторе говорящий о том что вот вот эти вот разрушения они должны произойти вашей жизни потому что в каких-то моментах во время вы как будто бы перестали жить вы забыли о себе вы забыли о себе и стали как будто бы знаете вот рабами своих собственных желаний здесь ощущение такое что от вас как будто бы хотят встряхнуть и сказать что ты для этого ты родился для того чтобы я не знаю там ходить на работу семи до пяти там не знаю скольки вас работаете да там семи до трех и и ну то есть а в чем смысл да где где твое удовлетворение тушку кубка где твое наслаждение где твое счастье ищи то есть твоя жизнь она настолько действительно цена настолько важна что какой-то момент ты просто забыл вот на своей вот это вот внутренние искры здесь вот ощущение того что вы знаете вот как спичкой должны зажечь эту искру потому что в какой-то момент а внутренний ваш огонек потух именно вот за за бронью вот внешнего материального мира здесь вот как-то так идет да вы действительно уже истощены его устали устали постоянно бороться постоянно как-то сторожаться с чем-то непонятно и вас это уже не не устраивает да не наполняет здесь ощущение того что цепи вот эти вот записи масти да они должны разорваться но эти цепи они находятся вашей голове и поэтому сейчас все что с вами происходит она действительно рушит джигает вот эти вот таковы которые находятся в вашей голове ваше мышление для того чтобы еще раз повторю чтобы вы переродились и как-то по новой начали жить здесь по новой у каждого будет своем так вот такая вот у нас с вами была первая позиция почему-то у меня последнее время первой позиции всегда какие-то вот глубокие такие достаточно философские я не знаю что в жизни происходит что именно вы делаете да как вы работаете над собой но что-то очень важно действительно происходит хорошо давайте мы с вами перейдем позиция номер два красному камешку что сейчас происходит в вашей жизни двоечки работают знаете вы как будто вы восстанавливаете здесь кто-то может быть восстанавливает свои силы энергетические а кто-то может быть действительно восстанавливает то что было разрушена кто-то учится заново оттачивая знаете кто-то какое-то свое мастерство знаете открыл и сейчас старается выстроить на основе этого нового открытия до каких-то качеств в себе шлифует их и заново что-то выстраивает вы можете это делать и с помощью наставника да либо в какой-то вот команде может быть кто-то проходит здесь какое-то обучение какие-то курсы да и вот что-то вместе вот именно в команде в группе с другими людьми вы что-то новое строите то что когда-то в свое время было утрачено и вы очень переживали по этому поводу а сейчас как будто бы знаете себя собрали по кусочкам заново и ну вот у вас появились силы до силой на то чтобы что-то создать спрашивая что вы создаете но вы создаете туз кубков вы создаете свое внутреннее состояние до наполняетесь причем здесь не тот момент когда вы были раньше опустошенный да и собираетесь себе себя по кусочкам а здесь вот у меня такое ощущение что вы наоборот вы уже наполнились и пришло время это давать до пришло время прям вот желание с кем-то здесь даже не про поделиться желание взаимодействовать с другими людьми причем знаете вот очень эмоционально вы и наполнены я не знаю чем именно вы здесь наполнены то есть это могут быть эмоции да и вот прям еще один туз да туз жезлов здесь у кого-то появилось желание желание какие-то амбиции что-то строить к чему-то стремиться куда-то двигаться да вот как будто бы желание жить появилась по новым очень напоминает тот момент когда знаете вот мы расстаемся с кем-то и либо уходим откуда вот и у нас вот это вот желание появляется да то есть возможность появилась а давай я сейчас это заново построю да ну то есть жизнь продолжается и я с огромным удовольствием прямо оставляя все позади и иду дальше жизнь продолжается и вот здесь вот жизнь не просто продолжается как начало а а жизнь продолжается вы уже сделали несколько шагов вперед с чем была связана ваша как будто бы силы нашли в себе силы причем после какого-то вот состояния когда вы были разобраны у вас вы собрали себя у вас появилось новое желание вы какие-то знаете новые цели вы заново что-то захотели здесь излечение как-то вот вашей души произошло и у вас появились новые желания куда двигаться что делать я не могу иначе сказать как вот фраза о том что я уже ранее упомянула что жизнь продолжается да и она прекрасно и нечего грустить но было и было хорошо теперь пошли дальше то есть вы уже как будто вот этот вот путь утраты горевания сопереживания с самим собой да вот эти вот слезы страхи да все уже давно осталось позади да перед вами открылись новые горизонты и вы идете причем вы не просто идете дайте как наугад вы четко знаете куда вы идете и вы очень уверены в том что вы получите и что у вас получится что вы сможете вы способны вы знаете этот путь вы просчитываете какой-то стратегию но знаете вот здесь вот прям на таком подъеме до эмоциональном очень хорошем таком боевом именно настроение вы двигаетесь вперед а если очень я сказала бы вы прям как мы готовы целая армия рвануть в бой и мы уверены в своей победе да здесь а проигрыш вообще как-то речи не идет есть вот какой-то вот такой настрой причем я знаете сейчас посмотрела на название это расклада называется внутренняя пустота и запутанность и что сейчас происходит по крайней мере я не вижу внутренней запутанности здесь а наоборот не пустоты даже не вижу наоборот какой-то вот как будто бы вы уже вышли из этого состояния хорошо почему у вас происходит на то что мы говорили потому что здесь вопрос веры встает здесь стоит вопрос веры в том что то о чем вы мечтаете вы не просто мечтаете а вы верите что это сбудется потому что еще один у вас какие-то очень важные моменты сейчас начинается потому что выпадает третий третий туз то есть карта говорящая о шансе о новом шансе о новой о новых возможностях открыты у вас новые горизонты и вы можете да то есть у вас есть огромный потенциал главное не упустить свои шансы и вы в это верите хотя знаете иногда у вас конечно же возникает ощущение что может быть я не справлюсь до какой-то вот неуверенности почему потому что вот когда вы начинаете об этом думать да какой-то своей неуверенности это вводит вас в некую такую апатию в некий такой застой что нет я не хочу там может быть не то чтобы это качели да сначала я хочу потом не хочу нет а потом просто знаете вот иногда вы замечали может быть за собой вроде бы все хорошо да но вдруг померкнула какая-то мысль неуверенности и сразу настроение упало сразу сомнения как-то появились вот здесь вот у меня такое ощущение что просто не допускайте эти мысли потому что из-за этих мыслей вы сами дайте здесь чувство как будто бы все новое да все хорошее вот как весна да все зацвело все пахнет все очень красиво ярко и вдруг неожиданно какая-то мысль о прошлом о холоде о земле о зиме а как это вот серость чернота это как в белую краску каплю черной краски если бросить вот сразу все как-то вот ну меняется цвет вот здесь вот точно так же вроде бы все хорошо все должно быть вас устраивает в какой-то момент вы сами допускаете вот эти вот темные мысли в свою голову и и все и вы опять поникли как будто бы я не могу сказать что вы не перешли в новое мышление но есть вот эти вот не то чтобы откаты а допущение каких-то негативных мыслей до которые выводят вас из баланса они есть они идут из прошлого они идут вот эти вот шаблоны ваше восприятие вроде бы я не знаю мне такое ощущение что где-то процентов восемьдесят девяносто уже у меня все новое появилось да но бывают такие моменты 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 слабости я не знаю моменты какой-то грустинки вот вместе с этой грустинкой появляются мысли что нет не получится раньше раньше не получалось как будто вы знаете вот проверка идет насколько то действительно стал мыслить по по-другому то есть вот как будто бы здесь какие-то проверки идут у вас сказала проверки и дьявол куда же куда же без дьявола проверяю проверяет вас насколько вы научились жить в новой парадигме до в ту которую в которой который создается сейчас либо в той которая у вас уже присутствует но здесь вот как проверки до больше и иногда страхи есть страхи непосредственно связаны как-то с вашими взаимоотношениями а вдруг я не найду свою парда то есть вроде бы все хорошо было да я чем-то занялся мог какая-то грустинка и опять эти мысли а вдруг я останусь одна до либо а вдруг у меня если мы говорим о профессиональной сфере да вдруг у меня ничего не получится и и я опять останусь там без работы да либо будут конфликты на работе как вообще все это будет происходить то здесь какие-то проверки которые говорят о том что вы просто боитесь выйти из своего баланса что мне настолько хорошо сейчас да все так хорошо складывается вот прям вот как по массу и просто вот эти вот страхи что а вдруг да и потому что в прошлом это было и вот это вот напоминание какие-то отголоски прошлого они у вас присутствует это касательно неуверенности хорошо для чего вам вот это вот то что вы проживаете сейчас чем и как перевернут для чего вам дан этот момент для дальнейшего движения для того чтобы вы научились невзирая на какие-то от туманные до размытые непонятные моменты двигаться дальше знаете вот здесь вот как это действительно хочется сказать как в море корабли до когда не видно маяка но при этом все приборы до настроены как раз таки на маяк и хоть света не видно да здесь все равно с помощью приборов ты должен двигаться дальше да ты не можешь отклониться от своего маршрута вот здесь вот примерно так бывает но из-за того что король мечей у нас говорит о некой такой подвижной энергии до которые в любой момент мы можем перескакивать до с одной мысли на другую потому что очень много мыслей очень много идей и это все горит и это вот прям все запускается в какое-то движение и это хочу и это хочу плюс ко всему по тузу мечей вы видите все эти возможности и как будто бы знаете вот неожиданно все проснулись и начали вам что-то предлагать и вы не знаете как это а что это выбрать и здесь возникает вот этот вот сомнение на вот эти вот страхи а вдруг я ошибусь а вдруг я не все вижу а вдруг я не все знаю вот эти вот а вдруг они связаны с вашим мышлением сейчас король король пендаклей нам у нас два короля прям вышли на какие-то мужские активные энергии у вас появились и там ранее выходил маг очень интересно почему потому что обычно двойкам не свойственно такая вот активность но здесь вот я говорю действительно новая какая-то парадигма вашего мышления для чего для того чтобы вы знаете знаете король педаклей он у нас здесь говорит за борьба за блага за материальные блага то есть это вот такой хороший работяга который единственное что знает что если мне нужны деньги мне нужно встать и пахать мне не нужно что-то придумывать мне не нужно где-то там что-то философствовать королю педакли вообще не свойственно мышление какой-то вот анализ и не свойственно чувственные моменты там переживания волнения человек который достаточно уверен в себе и он знает что если мне что-то нужно значит мне нужно поработать и я это получу а здесь еще как раз таки в кубе с королем мечей то есть мне нужно двигаться до двигаться непосредственно к своей цели не взирая ни на что поэтому вот то что сейчас у вас происходит да вот это вот для чего вам это состояние дано чтобы вы как-то знаете приобрели больше уверенность в себе но здесь не то что опора должна быть на духовное вот если в первой позиции я говорил о духовности о чем-то таком возвышенном то вот в вашем случае здесь наоборот здесь должно быть все приземленно здесь должно быть все достаточно логично и нужно просто совершать действие здесь вообще не не нужно как-то уходить в себя в какой-то анализ отстраняться особенно когда вам страшно у вас есть неуверенность вот мы одоляете закрываете в себе нет здесь нужно принять четкое решение и двигаться дальше и совершать действие то есть другого не дано просто нужно действовать то есть вот это знаете неуверенность пожар кубков да как маленького ребенка когда я еще сомневаюсь мне еще нужна защита вот здесь вот настал такой период что вы как будто бы не взрослеть а мужаете вот независимо от того что вы женщина вот здесь вот прям вот какая-то такая энергия да больше мужских качеств появилась и на самом деле меня это очень радует потому что двойкам двойкам вот этого вот именно не хватало да вот какой-то вот заземленности конкретики более понятных вещей вот желание двигаться что-то реализовывать материализовывать прямо совершать действия 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 в общем здесь вам этого не хватало хорошо что же вам делать ну хотя мы в принципе уже сказали да что нужно просто действовать все все же посмотрим что он скажет эпическая таро что вам нужно делать но смотрите как интересно интересно потому что выпал третий король то есть у нас три туза и у нас три короля ведь на мужская энергия не женская третий король король кубков что же нам делать ну во-первых перестать сомневаться по поводу прошлого вернется она не вернется потому что здесь все таки вот эти вот эмоциональные перепады присутствуют до внутри вас вы уже должны четко понимать что вы можете сами управлять то есть не допускайте вот эти вот свои негативные воспоминания какие-то мысли здесь вот такое ощущение что вы должны просто отлавливать появилась какая-то мысль да можно больше наблюдать за собой появилась какая-то мысль негативная и вы понимаете что вы хотите да вот вам прям хочется развивать ее дальше мыслить в этом направлении вот просто это не делайте до закрывайте это дело прекращайте и даже ну не начинайте не следуйте за этой мысли как-то абстрагируетесь от нее и не знаю примените какие-то практики которые не позволяли бы вам так или иначе мыслительном процессе вернуться назад потому что здесь идет вот откат энергии как раз таки откачка энергии на то что вы думаете какие-то воспоминания какие-то грезы не делайте этого почему потому что здесь десятка жезлов говорит о том что этап завершился и сейчас как будто бы вам дали на небольшой период времени до возможность самостоятельно как-то писать историю своей жизни это очень важно потому что это знаете вот как пробничек какой-то вам дали посмотреть получится у вас или нет если получится возможно в дальнейшем вам дадут больше возможностей то есть вы будете неведомым человеком да вы сами будете писать историю да вы будете понимать что и почему произошло то здесь нужно больше какой-то вот осознанности понимание для чего вам здесь нужна осознанность здесь вам дают урок в котором говорят о том что вот ваши мысли и вы это знаете что мысли материальные но до этого момента у вас была эта теория если вы в теории вы это знали если вы отследите то вы поймете что то вот здесь как будто какой-то вот период наступил этап вашей жизни то чем вы наполнены да то вы и создаете в данный момент и вам хотят сказать о том что как раз в те моменты когда у вас появляется вот эта вот грусть какая-то сколько апатия до после каких-то мыслей воспоминаний вы и создаете свою реальность на низких вибрациях а у вас сейчас шанс создать абсолютно все что вы хотите то есть ваши желания абсолютно все сейчас на данном этапе реализованы и вы это знаете потому что у вас бывают такие моменты вы их ощущаете да что я могу все я знаю как это сделать я могу а потом неожиданно другой момент да когда вы кажется что как-то я наивно верю да то есть в реальности это не так ну то есть противоположность какая-то не забывайте да здесь по шуту говорится о том что все по справедливости да и здесь аркан справедливости говорит о том что вы получаете по справедливости если вы много думаете и находитесь каких-то негативных энергиях вы их и транслируете и на основе этого притягиваете потому что вот здесь вот как будто ваш магнитизм именно умственный вы притягиваете да не не на состояние какой-то вот именно мыслительно как-то можете влиять сейчас на пространство на здесь вот завершение этапа вашей жизни вы теперь понимаете знаете вот вам пришло пришел какой-то опыт да когда то что вы завершили в своей жизни вас конечно же есть страхи и сомнения что вдруг это вернется вот и здесь карта подтверждает и говорит о том что нет это больше не вернется вот то что вы оставили в прошлом она в прошлом и осталась она больше не вернется вы как будто бы знаете издалека у вас остался опыт появился опыт и вы теперь издалека видите эти ситуации это как выражение да вор вора видят издалека почему потому что есть собственный опыт и я знаю что вот этот человек воруй да ему вообще доверять нельзя и надо подальше от него держаться вот у вас здесь чего бы это ни касалось да каких бы сценариев я не знаю там зависимых отношений неудача в работе чего угодно да вот вы уже как будто бы у вас выработался нюх какой-то да на такие ситуации и вы их уже ну то есть опыт приобрели здесь как будто бы точку поставили вы их уже ну не будете попадать здесь поэтому вам нужно получить вот эту вот уверенность уверенность в себе здесь них здесь прекрасная позиция уверенности просто нету и в каких-то моментах вы еще по привычке до вас остается какие-то вот эти вот отголоски прошлого до выражение может быть некрасивая но все равно она как-то вот мне описывает хорошо крысятничать что-то да я дважды про воров сказала интересно да посмотрите я не в прямом смысле да когда материальные блага какие-то до воруются нет а здесь вот именно в плане энергии может быть у вас мысли такие проходят что а вдруг у меня кто-то мою энергию ворой да но здесь вот такое вот ощущение что вам все в достатке на данный момент а вы этого как будто бы не видите вот про запас набираете еще что-то вот давай я это возьму давай я ну а вдруг придет черный момент какой-то да у меня этого не будет это может быть допустим там еда ну понаблюдайте за собой это может быть все что угодно да вот про запас как будто вы оставляем привычка вот и здесь вопросу привычки осталось что-то еще из прошлого до что тоже можно будет почистить убрать и иногда у вас есть желание вообще бездействовать но здесь вот прямо ключевое все что показывает девятка мечей говорит как раз таки о том что вы являетесь как будто бы заложником своей собственной тюрьме разума то есть вам нужно больше наблюдать за своим мышлением и все больше принципе ничего и не да все остальное прекрасно все вообще изумительно наблюдайте больше за своими мыслями контролируйте их по возможности контроль не в контексте что нет я прекращаю а просто понаблюдайте да после чего у вас возникают мысли не совсем приятные и это вот вас вводит в апатию вот если вы будете это пресекать периодически да то то все будет хорошо идти да то есть по справедливости вы будете получать то что и заслужили прекрасная позиция двоечки мне очень-очень понравилось переходим с вами к позиции номер 3 зелененькому камешку давайте посмотрим внутренняя пустота если она у вас потому что у двоечек не было интересно хорошо внутренняя пустота запутаны что вообще происходит а у вас что-то действительно очень значимое очень важно и выпало три великих аркана три прекрасных аркана это солнца это аэрофант и звезда что сейчас у вас происходит какое-то знаете перерождение рождение нового вы встали на свой какой-то духовный путь до какая-то внутри вас путеводная звезда начала вас вести то есть вот это вот скорее всего пустота ваша связана с тем что либо уже есть сейчас ощущение того что что-то новое зарождается либо в скором будущем это произойдет да когда у вас вот как-то появятся какие-то новые желания до какие-то новые звоночки внутри вас что я хочу заниматься этим причем многие будут даже не то чтобы что-то новое изучать а скорее всего у вас проснется как будто бы вот желание начать делиться делиться каким-то своим опытом передавать какие-то знания реально вообще великий аркан что-то такой очень важные троечки вас происходит прямо вот не знаю судьбоносные не судьбоносные как это называется я не знаю но то что великие арканы выпадают и причем такие достаточно серьезные арканы и говорящие об очень важных переменах вашей жизни здесь знаете перемены когда то что вы чего-то боялись и это связано как-то с вашим развитием именно с вашими способностей с вашим душевным каким-то состоянием здесь вот как будто бы ваши способности открылись и причем не многие может быть даже и не принимали эти способности а многие даже как-то переживали по этому поводу а справлюсь ли я или нет знаете такое выражение прямо идет в голове а мне приснился сон да будто бы у меня открылись какие-то способности причем вместе с этими способностями появились какие-то трудности сложности во внешнем мире и вы понимаете что как-то рухнуло на меня очень много обязательств да но вот то что с вами сейчас произошло это как будто бы вам показывает о том что вас закаляю да то есть преодолев какие-то внешние сложности трудности да вы как-то внутри себя вырасть вырастите либо у меня такое знаете ощущение что это говорит уже о каком-то недавнем прошлом то есть вы как будто бы сейчас это с вами уже случилось это не не будущем да здесь какой-то вот завершение новые возможности открываются что-то новое я не знаю напишите мне какие-то новые возможности способность не здесь не возможность здесь какие-то новые способности у вас открылись через при вот через эту пустоту да о которой мы говорим и запутанность да вот что-то новое у вас родилось причем четко вы еще сформулировать возможно это не можете и не понимаете но вот на интуитивном уровне вы понимаете дать такой есть такое ощущение что всегда у вас всю жизнь было вот это вот ощущение что вы родились для чего-то большего что вас есть какие-то способности которые вы ранее не использовали и вот час пик настал именно сейчас когда завершить что-то завершилось да какие-то изменения произошли в вашей жизни и то о чем вы подозревали вам либо открылось это либо вы интуитивно чувствуете но еще может быть не доверяетесь этому может быть где-то сами осознанно закрываете пока вот эти вот способности и свои дары потому что вы знаете что они у вас есть это как знаете как например открывается ясновидение до либо возможности выходить в астрал вы это сделали вы что-то увидели и вы как-то осознали внутри себя что это не просто дар а он несет собой какую-то ответственность и вот здесь вы испугались не самого дара а не саму способность насколько вы ответственно должны подходить к этому насколько вот этого знаете вот этот вот груз ответственности он вас как-то угнетает на вам сложно у вас нету шансов отказаться от этого да то есть ну это это как вам подарили что-то да и ты не можешь уже вернуть это с обратно человеку который вам дарил да подарок обратно не возвращается а с другой стороны что с ним делать вы знаете но здесь вот как будто бы боитесь да как будто бы дорогое украшение вам подарили а вы его я не знаю там из рубинов да либо там белое золото либо еще что-то и вот вы понимаете насколько этот подарок он дорогой да он очень ценный с одной стороны не потому что вам этот человек подарил а его стоимость а она очень дорогая вы это осознаете и вы понимаете что вам это нужно носить то есть такое условие было обязательно что независимо куда ты пойдешь да тебе надо это носить и ты это понимаешь что а как я выйду в люди да вот с это вот с этим украшение это опасно да ну со мной мог может что-то случиться его могут украсть меня на ощупь еще что и вот у вас вот эти вот страхи а вам говорит о тебе нельзя снимать я не знаю как ты это будешь делать и вышел там скрывать под одежду нас это уже не мои проблемы но снимать это нельзя вот это вот обязательное условие и вы немножко ну пугаетесь а как то что вдруг люди узнают потому что это для вас важно и значимо и вам кажется что когда вы выходите люди все смотрят именно на это украшение они будут знать что это дорогое и обязательно с вами что-то происходит произойдет и приключится то есть вот здесь вот что-то такое такое происходит ну вот еще один великий аркан коще что все великие арканы ваши позиции вот повешенные и верховные жильцы я говорю у вас какая-то может быть связь открылась до с высшими силами может быть ну канал чеймер линга у вас настроился какие-то вот скрытые знания вы получили да то есть если это не да какая способность какими-то знаниями вы овладели и не знаю я не могу описать что это за знание эти знания вам помогут вашем дальнейшем развитии помогут вам в переменах дальше вообще двигаться прийти какой-то цели здесь идет против ваша профессиональная какая-то реализация становления себя но есть какой-то знать в этот момент чего вы не знаете что-то вам как будто вы знаете вот не все приоткрыли не все рассказали то есть есть что-то какая-то вот недоговоренность может быть она связана как-то с финансовым аспектом либо она связана как-то она может быть связана с общением то есть вот не так легко вам будет да как казалось бы да вот я говорю здесь какая-то вот ответственность есть не так легко почему потому что здесь такое ощущение по пятерке мечей да что не то чтобы вас еще и проверять будет а здесь как будто бы пятерка мечей нам говорит о какой-то неуверенности нерешительности то есть вы можете проиграть бой из-за своей собственной нерешительностью а вы не захотите вы можете не принять этот дар как-то можете даже хитрить заниматься обманом не пойти вот в это новое почему нужно скорее всего потому что испугаетесь может быть потому что все будет развиваться очень медленно и не так быстро как вам хотелось бы да это тоже будет как-то вас напрягать что все медленно хочется быстрее то есть вы как будто вы не будете получать удовольствие не будете ощущать себя на коне здесь вот понимаете есть какое-то двойное дно в контексте того что вроде бы вам дают и вам вас искушают этим но и казалось бы я должен радоваться потому что я это хочу да мне это приносит удовольствие но вот полного вот этого вот наслаждения дать чего-то нет есть какая-то червоточина да то есть есть вот почему я не ощущаю себя победителем да вроде бы все есть а удовлетворение нету вот как такового то есть не знаю может быть это как-то вот с обязанностями будет связано и поэтому вы не захотите да как-то будете хитрить не будьте готовы пойти вот в это новое здесь вот что-то такое хорошо потом не напишите потому что я не знаю здесь чем связано но у меня такое ощущение что здесь речь идет о вашей профессиональной сфере не а личный так почему с вами где моя мышка вот почему это с вами происходят вот это вот состояние потому что долгое время ничего не делали потому что долгое время ничего с вами не происходило потому что долгое время как-то жили знаете с оглядкой на прошлое где-то где-то боялись да может быть просто мечтали может быть фантазирует здесь такое ощущение что вы как будто вы думали об этом да рассуждали представляли как это а потом вам постучали в дверь вы ее открыли увидели мол этого грудного младенца и вы смотрите а кто его родитель то есть чё что я теперь буду с этим сделать это же не это же живое существо я же не могу его выбросить но при этом вы не знаете кто его родители вообще как мне подбросили это что я буду делать вот здесь вот какое-то вот такое ощущение что это просто случилось и с этим надо как-то научиться теперь взаимодействовать здесь есть какие-то опасения на чего вот так вот здесь чувство что вы чего-то боитесь чего же вы так сильно-то боитесь что что здесь будет какая-то долгосрочная что это на какой-то долгосрочной основе вам дается это не не разовый какой-то здесь есть продолжительность здесь с этим нужно будет работать здесь возможно как-то вы еще будете проявлять свои лидерские качества возможно кто-то просто боится ну вот вот зазнаться что ли как-то своей горделивости боитесь тоже как качество может быть боитесь взять ответственность на себя здесь вот страхи у вас уже был какой-то аналогичный опыт в прошлом и вы вы как боитесь взять ответственность на себя вот в чем причина вам кажется что вы не справитесь что вы не справитесь что вы не сможете как-то коммуницировать с людьми вы не не дара этого боитесь а вы боитесь что возможно будет как-то вот осуждение что не будет легко да что есть какой-то подвох из меня будет периодически как будто бы спрашивать либо какая-то ответственность за за то что допустим если это дар ясновидение вдруг я не так скажу а вдруг меня не так пойму да вот здесь вы какие-то вот такие вдруг меня помидорами забросает либо еще что-то здесь вот об этом хорошо для чего для чего вам это все дается давайте я посмотрю на этой для чего вам дается это а вы давно хотели узнать какую-то правду вы давно к этому стремились а сейчас убегаете есть такое чувство что вы хотели этого но потом как будто бы узнав правду да вы ну вам открылась какая-то правда вам открылась какая-то истина вы бежите потому что вы понимаете что сейчас все изменится и как раньше уже не будет и вот этого вы боитесь то есть а как я дальше буду жить да здесь вы боитесь потерь утрат что у вас что у вас что-то заберут и такое знаете очень что-то ценное и важное и вы будете переживать на этот счет для чего вам это все открылось вот звезда вышла на повторе здесь как будто бы это вот действительно ваше предназначение да здесь как будто вы должны жить достаточно гармонично да то есть вот какой-то момент вы просто не что-то в себе не принимаете вы знаете но вот какой-то вот внутренний цветок на внутреннюю какую-то красоту вы не не принимаете это как мне напоминает очень как будто бы есть умер какой-то ваш родственник и да оставляет вам наследство а наследство одно настолько огромное да басно основное что вы понимаете блин что за геморрой я извиняюсь за выражение да с этим наследством то есть там надо будет нанимать адвокатов это все документацию что я потом с этим буду делать вот хорошо мне жилось там в деревне тихо спокойно на природе на свежем воздухе а тут вот это вот все свалилось на меня зачем что я теперь буду с этим делать и вы как будто бы вот сидите в офисе адвоката и вот и вам зачитывает ваше наследство сидите думать подписывать не подписывать принимать не принимает зачем она мне это все нужно для чего для того что вы раскрыли вот эти вот свои лидерские качества понимаете вы как солнце вы и донор вы должны это отдавать вы это потому что это вы вы можете потому что вы можете потому что вы умеете в очень долгое время это холи или еле или внутри себя и многие как-то знаете отстаивали многие вам говорили как нужно как правильно вот и каким-то образом влияли на это и в какой-то момент вы просто закрыли в себе это все это вот ваше по праву я не знаю что это такое и вот опять верховная жрица идет на повторе вам вам эти способности даны вы не знаю можете от них отказаться или нет давайте посмотрим но это ваше можете но вы не будете все равно себя отказаться можете но вы не будете чувствовать себя целостным человеком всегда будет такое ощущение какой-то вот вот той пустоты внутренней да о которой мы говорили вы никогда не почувствуете себя вот именно императрицей вы не сможете полностью радоваться жизнью всегда будет вот это вот ощущение чего-то не хватает какой-то детальки не хватает вашей жизни так хорошо что то здесь такое ощущение как будто вообще прям индивидуальный какой-то расклад для конкретного человека хорошо что вам с этим делать что вам делать сейчас вы знаете королева педакли она говорит о том что взращивайте взращивайте в себе постепенно постепенно вот это вот принятие должны понимать что все ограничения на все что у вас есть это это ли если вашем угол вашей главе то есть если вы не примете да дальше будет хуже то есть дальше у вас будет какие-то вот страхи до сомнения вы не почувствуете себя свободный что он дальше делать перестать маяться и топтаться на одном месте и принять конечном итоге какое-то решение и двинуться дальше то есть оставить вот по аркану смерти оставить все позади то есть здесь какое-то взросление должно произойти и посправить вас очень много великих арканов выпадает понимаете это не случайно то что с вами происходит это не случайно какой-то этап это по справедливости пришло время действовать найти какое-то внутреннее перемирие найти внутреннее перемирие и это вот как-то вы акцент больше делали на материальный мир да здесь пришло время родиться как-то вот в духовном мире на то есть начать свой духовный этап то есть чувство такое что все что вы и хотели в материальном мире на вот этот вот достаток вы как будто бы его уже получили то есть вот я не говорю о том что вы стали богатым да то есть финансовое положение ваше вот она просто прекрасно нет а я говорю о том что тот этап когда вы были ориентированы на материальный мир он должен завершиться то есть пришло время уже думать о чем-то таком более духовным перестать закрываться на от 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 нового начало что-то новое входит вот вашу жизнь не закрывайтесь причем знаете вы ждали это долгое время мы ждали долгое время и и и вы знали что это придет это случится с вами начать перемены начать изменения такое ощущение что вот вас готовили именно к служению другим людям как бы это прискорбно не звучало в контексте того что знаете я скажу такую вещь может быть кто-то из вас со мной не согласится мы очень часто говорим о том что я хочу найти свою там пред свое предназначение свою миссию и но на самом деле люди которые действительно выполняют свое предназначение они не то чтобы они несчастны но это люди у которых есть огромная ответственность и они не могут делать то что они хотят да они должны жить именно так как им велит их предназначение и это очень напоминает знаете врачей до особенно например там я не знаю хирургов гинекологов когда нету праздника когда нету там времени дня но очень неважно да то есть если пришло время рожать этот врач встает ночью и едет эти люди сами себе не принадлежат и возможно вот это вот вас каким-то образом пугает что у вас как будто бы не будет личной жизни какой-то да что вы будете принадлежать своему делу но я не знаю это может быть к счастью либо к несчастью это уже вам решать такое имеет место быть да то есть если вас избрали ну вы конечно же можете отказаться но внутреннее ощущение но все равно будет присутствовать за что вот какой-то вот незавершенность как будто бы часть меня какой-то забрали что вам делать но это вы уже сами решите до принимать вам это не принимать но потом напишите что у вас я не я я не могу здесь больше ничего то сказать мне кажется это уже все завершенная информация все что нужно было сказать потому что колодца совершилась вот вот мне уже сказали троечки я не знаю что у вас здесь за миссию чем она заключается причем знаете миссия это не значит там спасать весь мир или еще что-то но то что вы делаете это действительно должно быть очень важные и очень значимы поэтому не надо недооценивать до когда мы говорим да там я не знаю я врач там либо еще что-то но здесь вот понимаете здесь вопрос не в том что вот ваша профессия она чем-то выделяется таким вот знаете значимым нет а именно тот формат как вы делаете в нем есть что-то такое да вот вот ваша изюминка да вы можете заниматься каким-то делом того что занимается и многие другие но вот именно через ваши руки до через ваши способности вот все проходит как-то иначе и это как бы так сказать это очень важно для каких-то людей я не могу иначе описать это чувствую но я не могу это описать вам это легче потому что ну вы с этим живете вам это понятнее вот такой вот у нас сегодня с вами получился расклад не знаю насколько он вам понравился или нет я каждый раз об этом спрашиваю почему потому что истории каждый раз разные я не могу предугадать что будет и как будет да поскольку ты имеешь дело с людьми это всегда у меня есть ожидание что кому-то что-то не понравится так то что будет высказывать и как это вообще ну насколько это все будет полезно другим а вот в чем все время мои мысли хорошо я с вами прощаюсь желаю вам всего самого наилучшего берегите себя до новых встреч пока пока